Утро это очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! В студии Марина Яковлева и Хрюша. Сегодня в гости к нам пришла популярная актриса Анастасия Денисова. Доброе утро! Добро пожаловать! Рада видеть вас в нашей солнечной студии. Доброе утро, Марина! Доброе утро, Хрюша! Доброе утро, ребята! Анастасия, мы с Хрюшей узнали, что ваша актерская карьера началась как-то очень сложно и не сразу, да? Да, благодаря счастливому случаю. Это правда? Да, это абсолютно правда. Это, конечно, очень долгая история, я могу ее рассказывать часами, но вкратце просто актерская доля, она вообще очень непростая и все зависит от случая. Вот кому-то этот счастливый билет выпадает, а кому-то может никогда не выпасть. А мне он выпал просто гораздо позже и именно в тот момент, когда я совершенно уже не ожидала, я отчаялась уже мечтать, но где-то в глубине души все-таки я очень-очень-очень-очень надеялась, что вот когда-нибудь со мной это произойдет. Все-таки один такой вот телефонный звонок изменил вашу жизнь. Да, это вот действительно как в сказке, вот так вот и произошло в моей жизни. Я сидела в офисе, мне позвонили, а приходите, и прошло это 4 года после того, как я закончила институт и вообще... Театральный институт? Да, театральный институт. То есть вы закончили театральный институт? Работать по профессии не пошли? Нет, я попыталась, я попыталась. Да, мы все показывались, как все артисты, каждый год показывались во все театры, но вот мы не сложили, да, не сложилось. Вот меня брали в театр, но областной тюз, и я не совсем была готова туда пойти работать, вот, и я подумала, что, наверное, придется мне эти мечты, ну, так скажем... Забросить. Да, забросить, отложить и, может быть, когда-нибудь. Вот так, собственно, оно и произошло, и я получила этот звонок, и я, честно говоря, сначала отказалась, я сказала, я никуда не пойду. Вот так. Да, да, я сказала, ой, ребят, вы знаете, у меня, я очень зенитый человек, у меня бизнес, а вот этот вот звонок все равно такое вот... Свербило. Свербило, и такая мечта постучалась в дверь. Ну да, да. Так это в голове у меня. А я знаю, что для роли вам даже пришлось набрать лишних 10 килограмм. Это правда? Ух, как бы не больше 10 килограмм. Послушайте, ну ведь для девушки вот одно дело избавиться от 10 килограммов лишних, но специально набирать, ух, как надо хотеть, роль-то получить. Ну вот, когда мечта постучится в дверь кому-то из вас, вы меня поймете, и все девушки, скорее всего, меня поймут. Те, кто вот так рьяно об этом мечтал и был этого лишен, я даже секунды не взяла на раздумья, когда меня попросили, а могла бы ты вот поправиться? Я сказала, да. Скажите, как набирали вес? А, я знаю, вы, наверное, ели много шоколадок и пирожных, да? Вам понравилось? Да, это веселое. Да, именно так, Хрюша, я и впиталась. Вот видите, ваши мечты сбываются. Мы как раз для вас подготовили один очень интересный конкурс. Он называется Кинопробы. Ох, это самое любимое. Согласно поучаствовать. Ну, конечно, это волнительно, конечно, но я постараюсь не оплошать. Не волнуйтесь, я вам все-все расскажу. Итак, начинаем. Слушайте задание. Слушаю. Анастасия, а вы на экзаменах читали басню? Конечно, читала. Все читают. Это одна из обязательных частей подготовки к прослушиваниям. Ну, тогда Хрюша вам сейчас даст задание. Да. Вам нужно прочесть басню, но не просто так, а как будто вы попали в необычную ситуацию. Держите басню, а ситуации вам буду зачитывать я. Отлично. Так. Первая ситуация. Вас обрызгала машина. По прыгуни стрекоза, лето красное пропело, наглянуться не успело, как зима катит в глаза. Следующая ситуация. Вы цирковой клоун. Померзвело чистотали, не дожидней тех светлых полей, как под каждым ей листаком был готов и стол, и дом. Просто умница. Просто умница. Так, следующая ситуация. Вам очень жмут туфли. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает. Ой, не буду вас мучить. Коза уж не поет. Следующая ситуация. Вас не взяли в кино. И кому же в ум пойдет? На желудок петь голодный. Вот так. Злой тоской удручена муравью ползет она. Так, а следующее задание. Представьте, что вы получили долгожданный подарок. Не оставь меня, кул, милый. Дай ты мне собраться силой и до внешних только дней прокорми и обогрей. Ура! Так, а теперь такая ситуация. Вы только что провалили важный экзамен. Кумышком, мне странно это. Доработала льды в лето. Говорит ей муравей, да того ль голубчик был. Вот так. И еще одна ситуация. Ну, последняя. Гости пришли на два часа раньше положенного. В мягких муравах у нас песни, резвость всякие часы. Да что ж, вот головы вскружила. А так ты, я без души, лето целое все пела. Ты все пела, это дело. Так, пойди же, попляши. По-моему. Анастасия замечательно справилась. Да, я тоже так считаю, это было очень здорово, очень забавно получилось. Спасибо. Анастасия, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. А вы не хотите что-нибудь пожелать нашим маленьким зрителям? Конечно, хочу с удовольствием. Я хочу пожелать ребятам солнечных дней, улыбок, радости и крепкого здоровья. И обещайте, что придете к нам еще и еще. Конечно, я обязательно приду. Я готовлю большой сюрприз для всех своих зрителей, поклонников, вообще для всего мира. Очень скоро выйдет моя первая песня. Да. Да, она и про детей, и про мир, и про дружбу, и вообще про все прекрасное, про любовь. Ее написал когда-то мой папа. Поэтому я думаю, что мы с вами вместе ее обязательно здесь споем. Обязательно споем. Здорово. Тогда нас ждем с вашей песней. Спасибо большое. И самое главное, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Тот, да. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там море веселых фото и видео. Ребята, вы тоже подписывайтесь. А прямо сейчас не приключайтесь. Впереди сегодня много интересного. И оставайтесь на канале Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня. С добрым утром, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова